Добрый день, Полтава! Сегодня пьем чашку кофе. За мой счет Денис Полищук, депутат городского совета. Денис, я на вас обратил внимание, скажу честно, в какой момент. Когда увидел, что вы со своими друзьями в высотке установили двери в подвальное помещение. Я так понял, вы делали это за свой счет? Правильно? Да, это было сделано как бы за наш счет. Там как бы больших средств не было, вложено. У нас был человек, который умеет варить. А почему мы пошли на такой шаг? Материалы были предоставлены от жильцов дома. Мы все лишь на все сделали работу. Почему пошел такой шаг? Чайный клуб. Спасибо. Спасибо. На такой шаг я пошел. Я провожу встречи во дворах. Ну, кроме того, что я провожу встречи в штабе нашем, я провожу встречи, я решил проводить еще встречи во дворах. Потому что они все могут прийти ко мне на прием. Я решил проводить встречи во дворах. И это уже встречи у меня не первые. У меня около, во дворах около 40 встреч уже за это время. За 7 месяцев работы мои около 40 встреч. То есть я еще баллотировался по 41 округу, но там рядышком еще один округ. И как бы это будет несправедливо, если один дом рядом находится, а второй это одному округу, другому моему округу, не моему округу принадлежит, то я там не работаю. Я работаю как бы и депутатный городсовет, я работаю полностью на весь город. Вот. А относительность этой двери, эта дверь находится не на моем округе. Я проводил встречу рядышком и жители попросили, чтобы мы сделали доброе дело. Вот. Мы сделали доброе дело, заварили. Ну, помимо этой двери, там еще подходили жители другими вопросами, интересовались, там, в соседнем доме живет слепая мама, девушка, вернее, ее дочка живет и, ну, вместе они инвалиды. Она попросила сделать направляющую, направляющую указатель. Мы сейчас этим занимаемся и вот завтра уже будет все сделано. Почему я задаю такой вопрос? Вы депутат городского совета. Какие-то вопросы вы начинаете решать за свой счет, за счет своих друзей, вот такого. Но это неправильно. Я считаю, что ваша основная задача на сегодняшний момент привлекать максимально бюджетные средства для решения той или иной проблемы. Есть ли у вас такая возможность? Получается ли у вас привлекать бюджетные средства на какие-то удовлетворения потребностей избирателей, вот так скажем? Ну, да, конечно. Я за свое время, как бы, за, опять-таки, за 7 месяцев работы, я написал около 40, около 50 депутатских звернань относительно ремонта крыш, подвал, труб, ну, как бы, и прибуденковых территорий, ну, и, соответственно, там, реконструкция проспектов. Конечно, все не могут быть сделаны, крыши, не могут быть сделаны трубы. Но есть победы? Конечно. Сделано больше, сделано около 6 крыш уже на сегодняшний день. Реконструкция капитальная, капитальная, я могу адреса называть, это, как бы, адреса. Ну, дело не в адресах, дело в факте. Факты есть. Сделано капитальный ремонт крыш, поточный ремонт крыш сделаны, асфальтирование дорог в некоторых участках, это сделано. То есть, каким образом вам это удается? Вы как-то в устной форме, ну, пишите обращения, потом как-то лоббируете, приходите с кем-то, разговариваете на эту тему? Кто идет к вам навстречу? Ну, я изначально к процессу вернусь. Ко мне люди сначала обращаются и говорят, что нам уже, бывают многие разные случаи, говорят, что мы обращались много раз в ЖКХ, нам приходят отписки, что не хватает средств, либо же будут приняты, включены в поточный ремонт или в капитальный ремонт, но эти ремонт объектов не производятся. Они пишут на меня обращения. Я, соответственно, с этими обращениями, фотографиями, ну, я даже некоторые принес с собой, случайно захватил. Случайно, не случайно? Нет, нет, нет. Я на самом деле шел в ЖКХ, и у меня сейчас обратное обращение, у меня есть депутатские обращения, могу вам показать, вот, на камеру может быть. Да, вот люди обращаются и фотографии присылают, здесь у них чердак, снег лежит на чердаке. А на каком это адресе? Это старый дом какой-то? Да, это не, по-моему, избирательного округа, это Пушкино, адрес Пушкино, центр, трехэтажное здание, историческое, кстати. У них разваленный подъезд, то есть крыша, дом разваливается, это в центре города, пересечение Фрунзе и Пушкино, угловой дом. Кстати, там это объектная ныркомасти, по-моему, ЛБДК, предприниматель у нас такой есть. Вот так вот дом. Вот, да, жильцы обращаются ко мне, что они вот пишут, там уже с 2010 года пишут, у них проблемы, и обращаются ко мне. Я с этим обращением подаю в ЖКХ свое обращение и добиваюсь, максимально добиваюсь того, чтобы крыша была сделана. Крыша, либо же трубы заменены, либо же подъезд отремонтированный, либо же как бы какая-то реконструкция какого-то помещения, здания, улицы. То есть власти вас слышат? Стучитесь и вам откроют, грубо говоря. И как бы если, некоторые депутаты спрашивают, почему, как у тебя получается? Я говорю, сколько раз ты обращался? Он говорит, ну один раз. Я говорю, я не один раз обращаюсь. Я вот пришла, отписка, я еще раз пишу. Если нет отписки, то есть, ну я не играюсь как бы тоже в переписке. Если я написал, отреагировал, подошел как бы к управляющему, заступнику и дальше вот постоянно вот иду, иду и стучусь, разговариваю. Как бы все мы люди. Некоторые, ЖКХ бывает как бы и не успевает, не замечает. Большое количество обращений к ним приходит. Это не то, что там они игнорируют либо же депутатов, либо жильцов. У них большое количество обращений приходит. Ну надо как бы работать. Работать, работать. Возможно где-то они не слышат, возможно где-то не дошло, потерялось. Бывает такое, что вы до мэра доходите? Были такие случаи? Нет, к мэру я еще не попадал на приемы. То есть на уровне заступников вы решаете все вопросы? Да, да. На уровне заступников, на мэра обращение писал. Это относительности елки, установления. У нас микрорайон Левада, по которому я избирался, округу. Население Левады приблизительно составляет 18 тысяч человек. И как только меня избрали депутатом, ко мне обратились жильцы. Жильцы микрорайона, мало того, жильцы, дети обратились. И попросили установить елку в Наливаде, потому что на Наливаде уже 4 года нет елки. И жители Левады, дети, там 2 школы, 3 детских садика. И некуда пойти. То есть Левада, микрорайон Левада, у нас сплошные дома, магазины, ларьки. И все, некуда пойти. Некуда досуг провести. И зимой нужна елка. Я пытался достучаться до мэра, до наших... Ну, мэр дал отписку, что нет пока финансовых денег. Я взял со своими силами, поставил елку. Как это было? Я поехал в лесхоз, приобрел эту елку. Она не так уж дорого стоила, но для Левады поставил высокую елку, 5-метровую елку. Потом я дал клич по школам. И вместе мы с 37-й, с детьми 37-й, 17-й школы наряжали вместе елку. Здесь мамами. Это было хорошо, красиво. Выступление было. Директора школы, праздник там, мини-миню это, утренник был. Было весело. Ну, а потом я как бы повторно написал мэру нашему городу, написал это обращение. Звермани написал, на что он у меня ответил, что активистами, как бы, мы вас услышали, активистами нашего города была елка установлена. Ваша проблема решена. Ну, я написал большое спасибо, это я ее сам установил. Ну, на этом и закончилась наша переписка по поводу елок. Бывают моменты такие. Скажите, сейчас я задам такой немножко, может быть, неприятный разовор, вопрос, но в силу того, что вы угощаетесь кофе. Спасибо. В силу того, что вы депутаты, так или иначе, все-таки публичная личность, скажите, за счет чего вы живете? Все-таки вы совершаете поступки, и финансовые поступки. Депутаты городского совета денег не получаются. Не получаются. И проезд. И проезд у вас, да. Я знаю отлично это, но многие жители, к сожалению, не знают этого. За счет чего все-таки живете? Ну, это как бы долгое история. Не знаю, хватит ли вам эфира. Коротко тогда. Коротко, ясно. Я предприниматель, предприниматель. А ранее успешный предприниматель. Сейчас я фактически отошел от предпринимательской деятельности. Ну, еще процесс идет. Ну, раньше у меня была парфюмерная компания, крупнооптовая, которая занималась оптой парфюмерией по всей Украине. По всей Украине. Элитной парфюмерией. После чего я перепрофилировал, но парфюмерную группу оставил. Как бы не оставил, она параллельно и шла, параллельно парфюмерной. И начал в другую отрасль развиваться. Это в интернет-продажах. У нас с моим партнером был один из самых первых, вернее, самый первый интернет-ресурс по продаже продуктов питания онлайн. Я долгое время жил в Киеве, и мы изначально начали развивать эту тематику. То есть, как раньше было и сейчас есть, это про интернет-продажи бытовых техники. А сейчас все продается в интернете. Так вот, мы родоначальники развития интернет-продукции, интернет-ритейла по продуктам питания. У нас два интернет-магазина было, Мир Продуктов, Роял Маркет, и мы успешно работали в этом направлении. После чего мы, после того, как я переехал в Полтаву, я интернет, я свой бизнес продал. Своему партнеру продал свой бизнес. Как бы защищать же не в этом, мы в этом направлении. Ну, как бы еще занимаемся у нас большое, много проектов интернет-продаж. Это там интернет, у нас около четырех магазинов по продаже велосипедов. Могу назвать их, если это в качестве рекламы. Я понял. То есть, в принципе, у вас стабильное поступление каких-то финансов есть. Да, конечно, как и у всех предпринимателей со скачками. Я не задал сразу вопрос. Обычно я начинаю так. Родился, крестился, учился. Могу назвать. Вот это скажите. Да, родился я в Полтаве в 1983 году, 1 марта. Вырос и жил на Подоле. На Подоле, в Ленинском районе. Сейчас уже это Подольский район. Учился во второй школе. Потом перевелся в 17-ю школу. Вторая школа находится на Подоле. 17-я это на Ливаде. Ну, вот так вот это как-то. После этого поступил в кооперативный университет. Институт тогда был. Закончилось отличием. Служил в армии полтора года срочной службы. Ну, так вот. И могу сказать... Сылья? Нет, не себе, не женат, детей нету. А, ну еще спортивная деятельность, мастер спорта. Почем? По гребле. Был сбор на Украине. Ну да, это Подол. Да. Как бы спортивная. Бокс и гребля. Гребля, да. Скажите, а как вы себя вот со стороны оцениваете, как депутат? Вы хороший депутат? Вот если со стороны на себя посмотреть. Ну, могу сказать, посмотрев на других, могу сказать хороший. А скажите, вот вы пошли, баллотировались, стали депутатом. Ну, как, я давно хотел стать депутатом. Почему цель такая? Ну, многие люди говорят, там, в политике одни аморальные люди, люди, которые не соображают ничего. То есть много-много-много наговаривали на политиков, на депутатов, на... вот наговаривали, наговаривали. Я думаю, неужели там действительно так? Неужели, ну, посмотрев, как бы, передачи про депутатов, я понял, может быть, да, так и есть. Он говорит, ну, а кто мешает мне туда прийти? Кто мешает мне нормальным, я себя считаю нормальным человеком, и адекватным, и, в принципе, человек, который способен. И решил попробовать самому этот, вступить на эту, на эту тропу. Дальше что-то планируете? Дальше, ну, помогать людям. Помогать городу. Открываться где-то выше, может быть, область. Ну, если я себя проявлю, если я почувствую, что я могу, это мое, то я думаю, это будет плохой депутат, плохой политик, который не мечтает стать выше. Потому что если нету, если депутат или политика ограничивается какими-то малыми, я хочу бы стать депутатом для чего-то там, а не знаю, для чего просто. Если человек, грубо говоря, или точнее говоря, что если это хороший политик, почему бы и нет? То есть вы не скрываете. Все-таки Верховная Рада, это, в принципе, есть цель, и все силы прикладываете. На сегодняшний момент вы на первой ступени как бы планируете идти дальше, как политик. Я могу сказать одно. Это будет плохой политик, если он не планирует идти дальше. И тем более, если он видит, что у него получается. Это довольно-таки, это хорошо. Если у человека получается работать, то это хорошо. Если не получается, возможно, это не его работа. Ну, я вам скажу честно, прежде чем с вами встретиться, я много слышал о вас. Говорю, как есть. Плохого никто не говорил. Еще. Действительно, о вас говорят как о деятельном человеке, как о человеке, который делает работу. Радует то, что вы к ней так относитесь. И я не вижу ничего плохого, если вы действительно планируете для себя такие шеи. Это отлично. Наоборот. Когда человек способен это делать. Скажите, а вот по памяти, последнее обращение из вашего избирательного округа, избиратель последний, кто к вам обращался, вот с каким вопросом? Именно по вашему округу? Именно по моему округу. Ну, сегодня буквально звонили. Я могу вспомнить, за сегодня сколько раз я звонил. За сегодня я так, да. Ну, сегодня мне позвонили, с утра позвонила мама с Мира-24. Ну, это, извиняюсь, это не мой округ, это рядышком находится. По поводу детской площадки. Я активно участвую в программе бюджета участи, которую Оксана Антоновна продвигает успешно. Я надеюсь, у нее очень, ну, получится это. Вот. И я подал вместе с активистами 6 детских площадок по городу Полтаве. То есть, не только в своем избирательном округе. На Леваде, на Подоле, на Алмазном. Я подал 6 вместе. Вместе с избирателями, вернее, вместе с активистами нашего города подал 6 детских площадок. Ну, а касательно вашего вопроса, по поводу, когда мне обращались, сегодня мне позвонил, можно сказать так, избиратель, житель Левады, по улице Вавилова, 13-42, и напомнил, чтобы сегодня, как бы, по поводу крыши. У него там на 8-й подъезд, 9-й этаж, крыша, делали капитальный ремонт 2 года назад крышу, и крыша течет. И он попросил моей помощи. Он написал на меня обращение, которое я сегодня пойду от вас в ЖКХ буду. Это действительно серьезная проблема. И, как вы видите, что должно произойти? 2 года тому назад сделан капитальный ремонт, на сегодняшний момент течет. Ведь, по большому счету, говорить о каких-то гарантийных обязательствах тяжело, но все равно сделано, но некачественно сделано, как вы видите. Опять будут тратиться бюджетные средства, кто-то за свои средства будет и восстанавливает это все. Это вопрос очень актуальный. И поэтому вопросы я очень часто поднимаю, этот вопрос не только по поводу крыши. Это касается и асфальта, и крыши, и всех остальных ремонтных работ, которые ведется в нашем городе. Я поднимаю этот вопрос, и мы решаем его вот как. Если заказчик, вернее, исполнитель это сделал некачественно, то такого исполнителя больше не надо допускать. Сейчас я каждую крышу, которая сделана на моем районе, либо же на соседнем районе, проверяю лично. Вы можете посмотреть фотографии мои, вы видели, не видели. Я проверяю лично крышу и качество работы. Я не профессионал в этом, но есть активисты, которые разбираются в этом. Если нас не устраивает это, то мы обращаемся в ЖКХ. То есть сделали крышу, например, адреса головка 18, либо же головка 14-11, там сделали крышу. Мы с активистами залезли на крышу, то есть во время ремонта мы смотрим, как это делается. Потом, когда сделана крыша, мы с жильцами дома поднимаемся, смотрим, устраивает, не устраивает. Ну, конечно, мы как бы не орган, который там проверяющий, но мы наглядовый орган, который может быть смотреть и описать, писать, что некачественно сделана крыша. Вы контролируете материалы закупаемые? Вы знаете, где они берутся? Вы понимаете, что можно купить, ну, крыша, рубероид, наверное, да? Можно купить один рубероид, а показать, что это другой рубероид. Есть ли у вас среди активистов люди, которые понимают даже вот такие мелкие проблемы? Они не мелкие, к сожалению, со временем они вылазят боком. Ведь строители народ своеобразный. Они на этом еще пытаются заработать, да? Если рулон рубероида абстрактно, скажем, стоит 100 гривен, она не пытается его за 80 купить, а провести как-то по документам. Это и есть проблема, она существует. Есть среди ваших активистов такие специалисты? Или вы на это сильно не обращаете внимания? Ну, из моих активистов, конечно же, есть люди такие. Но мы должны не забывать, что, и я как бы знаю, что когда делается крыша или любой строительный объект, пишется план работы, пишется сметная документация, которая закладывается. Закладывается она в смету, какие материалы будут использовать. Если это все проходит через сметную, через экспертизу, если смета проходит через экспертизу, значит, экспертиза говорит, что эти материалы использованы верно. Судить мне, верно или неверно, у меня нет техническое образование. Да, у меня есть активисты, которые могут сказать. Но наверняка есть закон, на который нельзя переступать и говорить кому-то, диктовать за то, как делать и как не делать. Я уверен, что если бы так было бы, все бы делали, то немножко хаос был бы. Но если крыша, грубо говоря, сделана некачественно и она течет, то тогда уже есть вопрос. Если она не течет, тогда нет вопроса. А касательности той крыши, я не знаю, сейчас не могу сказать, сколько гарантии. Я думаю, 2 года гарантии там и должно быть. Ну, видимо, не сдержали они свои гарантийные обязательства. Вот так вот. А как вы видите, вообще, вот ситуация, вы планируете идти дальше и уже, наверное, шире смотрите на многие проблемы. Как вы видите, хорошие ли законы на Украине? Вот сейчас принимают там все законы. Кто-то одно говорит, кто-то другое. Ваше мнение по поводу законодательной базы вообще. Ну, могу сказать. Было бы хорошо, были бы хорошие законы, было бы хорошо жить. Но не бывает ничего такого, что кому-то хорошо, кому-то плохо. В основном в нашей стране сейчас на самом деле нестабильная ситуация со всех сторон. Ну, страна молодая. Молодая страна, которая развивается и невозможно, чтобы там стране было 25 лет и она вот начала хорошо жить. Все, каждые страны нашего континента переживали определенные моменты. Америка переживала кризисы, много кризисов. Любое государство на нашей планете переживало определенные этапы развития. Развитие, упадка. Ну, у нас процесс развития идет. Да, мы перебарили, мы перебариваем сейчас систему, которая была Советского Союза, мышление это. Это нормальный процесс, который идет в формировании нового государства, молодого государства. Ну, чтобы как бы нам достичь уровня Дании, Германии, Англии, они прожили как бы в независимости в своей очень много лет. И невозможно, чтобы нашему государству было 25 лет и у нас сразу стало жить хорошо. У нас не Грузия, чтобы у нас население было 2-3 миллиона человек, у нас население 48 миллионов человек, может быть больше, сейчас уже или меньше. И поэтому у нас многонациональная страна, у каждого есть многонациональная страна, где много вероисповеданий, где должны учитываться все интересы. Я уверен, что в ближайшем будущем наша страна начнет активно подниматься вверх. Когда это ближайшее будущее? Через 2 года, я думаю так. Это будет скачок, который сейчас очень много разрабатывается система Прозора, которая разрабатывается, которая позволяет экономить нам бюджетные деньги, которая даст аккумуляцию денег, денег, чтобы на развитие страны. Очень много молодые люди, энергичные, приходят во власть, в политику, в жизнь нашего государства, где уже помогает новым притокам крови, помогает развитие нашего государства. Ну, надо как бы видеть, где популизм, а где конструктив. К сожалению, в нашей стране больше популизма, чем конструктива. Конструктив, потому что популизма больше слышно, а конструктива менее слышно. Я считаю, что конструктива должно быть больше, популизма меньше. Ну, я почему к вам и обратился, потому что вы молодая кровь, первая, во власти, вторая, у вас конструктив. Я же говорю, я слышу от людей много информации, поэтому я к вам и обратился. А теперь у меня такой вопрос. Есть у меня такая тема, я веду автохамство. Часто бываю на Ливаде и вижу вот такую проблему. Отсутствие автостоянок. Людей называть автохамами очень проблемно. Не стоит, наверное. Но во дворах запыжовано машинами. Вы, в частности, сегодня уже сказали о том, что занимаетесь детской площадкой. Вопросов нет. Но при отсутствии автостоянок становится проблема у людей, где поставить машину. И бывают такие, бывает, не часто, но бывают такие моменты, что люди ставят на газонах, на детских площадках, частично. Рассматриваете ли вы такую проблему? Ну, относительность этого вопроса, действительно, это не только вопросы на Ливаде актуальны, это вопросы и на садах актуальны. Ну, по поводу Ливады. Да, на Ливаде это есть проблема. Проблема, это должна решаться. Мы сейчас решаем этот вопрос путем переговоров с нашими застройщиками. Есть компания «Сучастный дом», которая не исполняет своих обязательств. Она должна была построить на Ливаде стоянку большую возле сельпы, если вы знаете. Она не строила. Город ей отдавал земли под строительство. Были даны обязательства по поводу расширения дорог. Это касательность улицы Головка и касательность улицы Бедного-Бедного. Я дальше продолжу. Там по поводу еще поликлиники и детской больницы. Где тоже должна была быть... Там проблемные места. Там утром постоянно, немножко отойду от стоянки, там утром постоянно пробки. Там находится детская больница, поликлиника четвертая, где не могут развернуться. Там постоянно пробка. И обязательства на это взяли две компании. Это «Полтава-Трансбуд» и «Сучастный дом». Взяли обязательства расширить дороги. Они обязательства не выполнили. И после этого, я вижу, сегодня, как бы, вернее, вчера пришла на почту проект решения. Они дальше просят, чтобы им выделяли деньги, способствовали их строительству. Но это, я считаю, это ненормально, когда застройщик не исполняет своих обязательств по поводу расширения дорог, новых стоянок. Где строительство домов у нас идет по проектам 80-х годов. Если мы ездим в другие города, где совершенно по-другому застройки происходят, где совершенно по-другому размещение соответствует нормам размещения парковочных зон во дворах, у нас этого не соблюдается. Не соблюдается, и это почему? Потому что они раньше не слышали. Но я этим буду вопросом заниматься. И завтра у нас будет комиссия, на которую вас приглашаю, кстати. Послушайте, что скажут они. Ну, относительности стоянок. То мы сейчас, грубо говоря, забавязалы застройщика полтавы, вернее, с участия дома достроят стоянку, которую он обещал. Он возвел кран, но стоянка пока что не строится. Видимость сделал. Завтра спросим, когда будет окончена стоянка. То есть вы занимаетесь этим вопросом? Это хорошо, что вы чувствуете, ну, вы держите руку на пульсе. Ну, я многим вопросом занимаюсь. А скажите, ну, наобещал вам с три короба застройщик, как это обычно делается, не выполнил, вы с этим столкнулись. Какие вы действия дальше планируете? Ну, вот, ну, не делает он стоянку. Да, это очень, как бы, вопрос такой, как на него влиять. Кроме того, чтобы пойти наругать, ну, и на комиссии у нас полномочия фактически заканчивается. Почему фактически? У нас позапрошлую каденцию в нашем горсовете было такое управление, как ГАСК, которое могло влиять на таких недобросовестных застройщиков. Ну, я могу сказать, в строительстве это такое часто, часто сталкивается, что застройщики не выполняют. Почему? Потому что, ну, он экономит свои деньги. Это у него бизнес, у нас люди, а у него бизнес. Ему, как бы, для людей он бизнес зарабатывает. Ну, и у нас позапрошлая каденция была управление, как она называлась, ГАСК. ГАСК, который следил и вводил штрафные, как говорят, санкции, штрафы налаживал, запрещал строительство, если не соответствовало нормам, не соответствовало с договоренностями. Сейчас у нас, в наших горсоветах, лишено таких полномочий, и наша комиссия направляла запросы на облдержадминистрации, чтобы обратно возобновили деятельность этой комиссии, на что нам пришел ответ, что они не согласны с этим и не видят в этом, как бы, необходимости, да, не видят. И мы будем дальше над этим бороться, вот, чтобы вернуть ГАСК, полномочия ГАСКа к нам. Ну, я просто, я к чему веду. В позапрошлом, по-моему, году на Бедного 5 был прецедент, люди, местные жители выходили, там, против застройки, все. Как вы относитесь к вот таким движениям, то есть, когда выходят местные жители, 200, 300, 500 человек, и пытаются чего-то добиться все вместе? Ваше отношение к такому? Мое отношение, что самое главное, это жители, и как они себя, и как они, ну, ихняя жизнь в нашем городе. То есть, прежде всего, это громадян нашего места, если говорить на украинский. Застройщиков у нас происходит ситуация, почему такая? Потому что на, вот, в городе Полтаве практически не осталось свободных площадок для стройки домов, многоэтажных, да, зданий. И поэтому застройщики строят их где возможно. То есть, была такая, была такая ситуация на Бедного, где депутат, вернее, тогда еще активист, активист Чередниченко пытался помешать строительству дому, строительная компания Полтава Трансбуд. Ну, у него не получилось это сделать. Нет, а местные жители добились своего, один из двух домов, один строится. Но если глубже, глубже разобраться, вместо того дома, который должен быть там, там должна быть дополнительная, от 4 поликлиники дополнительный стационарный режим. Я не знаю, почему главврач 4 поликлиники отказался, отказался от таких, от такого, чтобы там был стационар, и посчитал, что это не нужно для людей. А должен отдать эту площадку под застройку очередного дома. Не знаю, почему, а там изначально в этом была загвоздка. Потому что главврач отдал эту площадку под застройку дома очередного. Да, там были потом разбирательства, где тоже депутат тогда Ленинского совета, по-моему, если не ошибаюсь, тоже Киселев принимал участие активно вместе с Чередниченком. Там должно было быть 2 дома, построили 1 дом. Но все равно там мало места, мало парковой зоны. Ко мне с такой же самой проблемой где-то обратились месяца 2-3 назад жильцы по улице Красина, 53. Обратились жильцы перед их домом, там дом, сейчас это герой в АТО улице, перед их домом, перед тремя их домами, Полтава Трансбут обратно начала возводить площадку, строить, выравнивать площадку и возводить очередной дом. Жильцы обратились с этой проблемой ко мне. Я вместе с депутатами горсовета выехали на эту площадку и услышали мнение жильцов, мнение застройщиков. После чего я начал этой, можно сказать, я сам начал заниматься этой активной проблемой. Чего мы добились? Мы добились на того, что наша комиссия, наша постоянная комиссия, на которой являюсь секретарем комиссии, сделала отсрочку, сделала отсрочку застройщика. По сей день, это был март месяц, по сей день не ведется строительная работа. Площадка, стройка остановлена. Вопрос подвешен. Вопрос подвешен, но это политическая воля наших депутатов. Если у застройщика уже закончился срок действия договора аренды земли, там можно построить площадку детскую, большая площадка, площадка, амбулатория, поликлинику, двухэтажное здание. Потому что там находится девятиэтажное здание. Если не ошибаюсь, по технической документации, которую я смотрел, там должно быть двухподъездный 11-этажный дом, что перекроет полностью солнце им, вид. То есть фактически перед 25 метров будет стоять дом у них. Соответственно, дом, опять-таки, площадки не будет, не будет площадок для машины будет во дворах стоять. И жильцы категорически против этого. На данном этапе мы ведем общение с застройщиками, жильцами. Застройщик готовить и на уступки, но уступки это заключается в том, что он отремонтирует крыши, подъезды и трубы поменяет. Но жильцов это не устраивает. Жильцам не то, что мало, но они не хотят этого дома. Теоретически просто не хотят этого дома. Я их понимаю, если бы у меня тоже перед моим домом в 25 метрах построили дом, тоже было бы неприятно. То есть реально получается, когда жильцы собираются, группируются большим количеством, вы готовы и смело становитесь перед ними. И независимо от того, касается лично вас эта проблема или не касается, вы стоите впереди них и ведете людей к той цели, которую они добиваются. Да, потому что самое главное это воля и голос жильцов нашего города. Потому что самовластие, я считаю, это не очень хорошо. Вы член партии или при поддержке партии пришли в депутатство? Я член партии. И при поддержке, ну каждая партия поддерживала своих избирателей, вернее избирателей, а своих депутатов. Я понял. Ну, на сегодняшний момент вы чувствуете поддержку своего движения, своей партии? У нас довольно-таки неплохая команда, которая сложилась, эффективные депутаты. Вы являетесь единомышленниками, я вижу деятельность вашей партии, вы являетесь единомышленниками на уровне города. Если смотреть по вертикали, рассматривать вашу партию, все ли вы разделяете то, что происходит свыше? Я понимаю, вопрос неприятный. А все, что свыше, именно что именно? Есть лидер. Он совершает определенные поступки, он впровадживает определенные какие-то свои идеи. Все ли вы разделяете то, что он думает? Ну, на то он и есть лидер. Он считает, как бы, наша партия... Вы слепо верите ему? Нет, ну, конечно, у нас нет такого, слепо верит кому-то. Ну, и общаемся с нашим лидером, с нашим лидером фракции, и горсовета, и облсовета, и лидером вообще... Всегда ли вы говорите о добрям? Всегда ли вы согласны с линией? Или у вас бывают такие моменты, что вы так не думаете, и у вас все-таки свои мысли? Ну, на данном этапе я не лезу в планы нашего лидера, лидера, который в Верховной Раде. То есть он, Сергей Николаевич, работает активно, он активно является активным лидером нашей партии, Верховной Раде, представляет на интересы нашей партии. Его позиция... Для вас он наслезает. Его позиция, как бы, он говорит слова, грубо говоря, или правдиво говоря, доносит свои слова избирателей Верховной Раде. Получается у него, не получается, ну, мы можем видеть его результаты, которые есть. Для вас он наслезаем, вы имеете контакт с ним? Да, конечно. И были такие моменты, когда вы чувствовали необходимость, не на кого опереться, и приходилось к нему обращаться, и он помогал? Я не могу более сказать, я никому не обращаюсь за помощью, ну, как бы, с наших лидеров. Я сам решаю вопросы. То есть у меня нет такого, что... Вернее, могу сказать, я не стыкался с таким вопросом, который я могу не решить сам. Хорошо. Вопрос по Леваде. Набережная. Да. Что вы видите там, и как вы видите, и будете ли что-то делать с этим? Я более скажу, я не только по набережной вижу, я и по другим улицам Левады вижу. Ну, относительности набережной. Сейчас, да, набережная у нас один из единственных городов в Полтаве, где, вернее, в Полтаве, в Украине, где нету набережной. То есть областной центр. Наличие речки. Наличие двух речек. Даже так. Можно так сказать, трех речек. Мы их подземные, ничего не знаю. Ну, основная речка у нас Ворсква, где нету набережной, где есть великолепный прямой канал. Я как спортсмен провел в Гребле более 10 лет спорта. И ежедневный тренировок я по сей день занимаюсь, уже правда, аматорским видом спорта. И по сей день я вижу эту набережную. Где есть роща возле набережной, где есть речка, а набережной нет. Этот вопрос актуальный, его надо решать. Как он будет решаться? Я надеюсь, что в ближайшие 4 года он решится полностью. Решится, что начнется реконструкция набережной, где будет сделана, где будет набережная распределена по зонам отдыха, прогулочным, развлекательным. Ну и, соответственно, будет не нарушенная, как бы, лесофонда нашей рощи, а будет показательная набережная по Украине. Как она будет выглядеть? Есть уже приблизительные очертания, у меня есть в голове приблизительные очертания этой набережной. А как вы видите, это все будет за государственные, за городские, за бюджетные средства, или все-таки привлекаться инвестор будет? Если, если, смотрите, можно по-разному, прямо как вы сказали, за государственные, бюджетные, либо же за предпринимателей. Можно распределить так, часть за бюджет, часть взять от фондов каких-то, возможно, можно, очень много грандовых проектов, которых можно туда привезти. И, конечно же, можно взять предпринимателей, которые тоже готовы, активные предприниматели, которые видят это все свое, видят, как там развить это. Я просто, чему вопрос? Можно из-за бюджета, но бюджетно, несмотря на сколько в бюджете будет денег, сколько это будет стоить. Почему я задаю вопрос? Я вижу, до встречи с вами видел и сейчас вижу. Так или иначе, вы понимаете движение бюджетных средств, вы понимаете, как их разумно использовать, но масштаб финансов относительно всей набережной, ряд крыш, все, это разные цифры. Полностью положить на бюджет города благоустройство, например, этой набережной, это, по-моему, ошеломляющие средства будет. Город вряд ли выдержит. Как вы видите, вы сами готовы ли и сможете ли найти инвестора, привлечь его путем переговоров. У вас отлично получается проводить переговоры. Вы можете убедить, аргументированно все добиться. Но когда мы говорим уже не о бюджетных средствах, а о каких-то других инвесторах, я имею в виду, вы лично сможете разговаривать и убеждать инвесторов, если среди ваших знакомых, может быть, либо уже какая-то программа в голове сложилась, где можно найти такие средства. Этот вопрос нужно решать путем переговоров. Путем того, что надо собирать инвесторов, которые собираются, предприниматели, город, архитектуру, которые готовы к работе, активных людей, которые будут действительно работать, а не заниматься пиаром. Разумеется, конечно, нужно собрать эту рабочую группу и сделать совместный проект. Насчет, есть ли у меня знакомые такие? У меня знакомых нету, которые владеют такими деньгами. Но надо понимать, просто что прибыли оттуда мы не получим. Ну, можно сказать, друзей нету, знакомые, конечно. Знакомые – это понятие обширное. Но для себя вы понимаете, вы сможете побороться и достичь какого-то результата? Я для себя понимаю, что на себя я сейчас замахиваться на этот проект, это не является разумным. Говорить, что я этим займусь, это будет неразумно. Я могу сказать, что я с удовольствием войду в эту рабочую группу и буду активно помогать, чтобы у нас была красивая набережная. Не только набережная, город. Чтобы она рационально использовалась, рационально использовалась, чтобы не было там бездумных обратно-таки киосков, киосков, помещений каких-то там, ларьков было. Это должна быть красивая, показательная набережная, где могут провести свой досуг и дети, мамы, люди старшего возраста, молодые люди, спортсмены и, конечно же, зона отдыха, пляжи и русло реки. Надо его обязательно расчищать. И, как говорил один мой знакомый, родственник, надо зарыбливать в воздух, чтобы рыба там водилась. Я недавно, кстати, немного меня брат приучил к рыбалке. Я раньше как бы рыбалку не понимал, а сейчас понимаю. Уже год-два уже езжу с братом рыбачим. Скажите, у меня вопрос. Я давно не был на конечной остановке на Ливаде. Там, где магазины, вот это все. И там, где разворот общественного транспорта, вверх, в роще, там было жуть. В частности, на развороте, когда водители останавливаются, кондуктора, им, в частности, простят, да, не простят, не важно. Туалета, как такового, не было. Есть ли сейчас там туалет? Или там вот так все... Я слышал об этой проблеме. Если не ошибаюсь, по-моему, есть. Наконечно, моя остановка это другая, но, если не ошибаюсь, я могу посмотреть, но, по-моему, стоит там два синих туалета. биотуалеты. Биот... Два синих биотуалета стояли, по крайней мере, месяц назад. Может, не месяц? Где-то так, в таком количестве я не буду. Дней. Там просто в роще, там жуть. Ходят, ходят, ходят кондуктора, водители, справлять свои нужды, туда ходят. Ну, им деваться некуда. Да. Давайте говорить, как есть. Просто в самой роще, я знаю отлично, что некоторые жители левады, ну, каким-то образом, почему-то, они любят туда ходить отдыхать еще, параллельно. И за собой оставляют жесть. Я знаю, что там в одном месте пытались сделать спуск зимой, там, чтобы детвора спускались то ли на лыжах, то ли на чем-то там насадках. Есть ли у вас в голове какие-то программы окультуривания вот этой рощи, может быть, превращение ее в что-то вот такое интересное для отдыха? Там раньше, там раньше был, была горка, называлась она, когда в детстве я на ней сам катался, змейка одна называлась, а вторая называлась Лысая гора, где дети постоянно катались, и я катался, санки ломали. Это был опасный спуск, был опасный, почему? Потому что она выезжала фактически на трассу, на дорогу. В микроороне Левада есть не только эта горка, есть, был спортивный комплекс, горнолыжный спортивный комплекс, это возле 55-го садика, сейчас это правоохранительное здание, а раньше там была спортивно-развлекательная горка, горнолыжная горка, где я сам тоже занимался горнолыжным спортом, сейчас там теннисный корт находится, то есть фактически в роще, которая окружается с другой стороны Левады, есть как бы места, где можно проводить время, то есть можно сделать парки, можно сделать горки, это все на перспективу, конечно, это можно задумываться, так можно бесконечно в нашем городе, где-то там, 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 вот вы отличную идею подсказали, этим можно тоже заняться, то есть все на перспективу, ну да, ну и могу сказать, что сейчас на Леваде, вот кроме набережной в Орске, в перспективе, уже в ближайшей перспективе должен быть, должен быть бульвар, пешеходный бульвар, полностью реконструированная улица, с новым, с новым покрытием, то есть очень много обращений по нему шло, от жителей, от жителей всего микрорайона, то есть это единственный пешеходный бульвар по всему городу, по всему городу Полтавы, где люди раньше ходили, сейчас ходят, перецепляются, падают, потому что там торчат, торчат прутья с-под земли, с-под этих, этих бетонных, бетонных намощений, который был, этот бульвар был построен еще в Советском Союзе, в начале, в начале, в начале независимости Украины, он был, это новая улица, как только был построен микрорайон Левада, был сразу же построен этот бульвар пешеходный, где сейчас просто ужасающиеся эти состояния, будет полностью реконструирована она. А скажите, вы занимаетесь довольно часто проблемами, ну, глобально-городского масштаба, то есть я слышу там, то на Алмазном, то на Леваде, то опять еще где-то, вы не чувствуете, что вы распыляетесь? Распыления нету. Почему? Потому что я у меня, я веду блокнот, где у меня записано, где, когда, что должно быть сделано. Я не бросаюсь где-то там на такие, я и не берусь за такие проекты, которые я не могу сделать. И опять-таки, я не занимаюсь популизмом, не сделавши проводить пиар или чтобы в чем-то пиариться. Я опираюсь реальными фактами. То есть сделано или будет сделано, я это говорю. То есть если бы если бы этого не сделано, я бы и не говорил бы. Я не распыляюсь потому, и не распыляюсь лишь потому, потому что все абсолютно, которые дела, я берусь, они доходят до конца. Если они не решаются, ну, маленький процент вероятности, что это что-то мне не получится. То есть у вас большинство ваших обращений к вам все-таки получают положительные результаты. Я правильно понимаю? Да. Вы изначально, когда к вам обращение приходит, вы изначально его оцениваете? Сможете ли вы решить этот вопрос? Да. Изначально могу. Я изначально его оцениваю, потому что как бы различные просьбы поступают. Не то, что я поступаю, я отказываюсь. Я человеку объясняю, возможно это или невозможно. То есть все мы люди, у нас разные просьбы поступают. А часто к вам обращаются с такими просьбами, которые к депутату и не стоит с этим обращаться. Просто мало ли там, я даже не знаю. Я просто знаю, что ко мне часто обращаются с такими, подчас я понимаю, что это глупости. К вам бывает такое вот вот поможи бы у меня предположим зарплата смешна или нету работы устрои меня где-то на работу с такими вещами. Да, обращаются, но могу сказать какие случаи бывали. На одной встрече во дворах, которые я провожу постоянно, ко мне подходят люди и просят деньги. Говорит, дай денег, я буду за тебя голосовать. Ну, меня это вызывает улыбку, потому что с одной стороны улыбка, с другой стороны грусть, потому что к сожалению наши некоторые лидеры приучили людей голосовать не за поступки, а за финансовые поступки. Это грустно, потому что люди уже в подсознании уже думают, если не дашь, а что за тебя голосовать? Он даст, я за него проголосую. Я ему говорю, ну, он даст, ты возьмешь, а потом как ты будешь жить? Как ваши внуки будут жить, дети, ближайшие пять лет? Все вы обещаете, они мне говорят. Бывают разные, бывает, ну, это, я считаю, это глупый поступок, это необдуманный поступок, которые вот так вот они идут и отдают свои голоса на избирательных участках, я надеюсь, я очень надеюсь, что в нашей стране просто люди поймут, что наша страна другая, и хватит раздавать подачки, а берите и делайте. И по поводу того, что там другие, как бы, да, бывает, люди подходят, мы, когда красили остановку месяцев 6 назад или 80 назад красили остановку своими силами, то есть красок купили, покрасили остановку, подходила женщина, варила две женщины, подходила за это время, подходили, просили денег на операцию. У одной женщины был рак, пожилой женщины, а вторая женщина подходила за свою дочку попросил который тоже не рак ну к сожалению мне нету возможности помогать финансово я могу помогать поступок очень сложная с проблемой я не думал с вами беседовать действительно люди страдающие которые особенно он когда они сталкиваются с ошеломляющей проблемы как вы думаете в чем здесь проблема ну в том что поймете к чему вопрос когда человек сталкивается с этой проблемой он понимает что он остается один на один с болезнью да ему приходится в одалживать просить продавать квартиры вошел и закладывать все нормально ли это у нас медицина в нашей стране очень как бы она бесплатная но это номинально на бесплатная формально платная это плохо надо определиться либо же на сплатная медицина либо же бесплатная медицина если платная то должна быть на определенном на должном уровне который поможет действительно таким людей людям сделать операции операции сделать помочь людям чтобы до такого не доходило на это надо медицинскую отрасль надо полностью переформатировать изменить ее надо изменить я думаю как бы я по образованию небе не медик но я уверен что она нуждается в поправках и серьезно и серьезно получается такая вещь государство тратит ошелом государство еще раз тратит ошеломляющие средства на строительство больниц оборудование все зарплаты выплачет из бюджетных средств и мы с вами сомневаемся бесплатная ли медицина у нас то есть если я считаю что медицина платная значит я беру свои средства ищу инвестора строю больницу оборудую ее нанимаю персонал со своих или инвестиционных средств оплачиваю труд и тогда это понятно что здесь платно все но когда больница содержится за бюджетные средства полностью а кто-то на этом еще пытается заработать я считаю это ненормально то есть вы правильно говорите перри переформатировать надо но я считаю что то что происходит с онкобольными первую очередь да и с остальными больными однозначно само собой просто это самопоказательно государство выделяет довольно серьезные средства но тем не менее людям приходится тратить еще деньги я выяснял как-то момент такой что люди часто собирают деньги для того чтобы ехать лечиться в германию в израиль все и как выясняется что не всегда то туда надо ехать оказывается достаточно у нас внутри страны специалистов оборудование лекарств для того чтобы решить эту проблему не всегда нам настолько страшная но к сожалению происходят вот такие вот вещи вопрос мой в чем правильно ли по вашему мнению и в полном ли объеме используются эти средства как вы видите но на взгляд на мой взгляд чтобы судить правильно или неправильно надо просто посмотреть как наша страна живет как на как живут наши онкобольные не только онкобольные у нас на первом месте есть не ошибаюсь это заболевание сердечных сердечников это инсульт инфаркт также сама очень большая проблема в нашей стране и очень большая развивается она идет это сахарный диабет у детей которые я на встрече с избирателями коснулся того что меня спрашивают как вы можете помочь у меня ребенок с больной с сахарным диабетом ребенку вода 3 максимум и она больной с сахарным диабетом у нас медицина очень категоричную нуждается полно перри переформатирование как смотреть почему это наверняка если вы говорите выделяется все колоссальные средства на строительстве больницы закупки медикаментов покупка препаратов оборудования значит если тратится а где она надо искать где она когда вы станете депутатом верховного совета вы уже понимаете в какую сторону идти чем заниматься я правильно понимаю вас я вот к чему просто компрометируете но почему почему это не компромат почему у вас есть определенная цель и мне просто интересно как вы потом дай бог достигнувший какого-то уровня понимаете ли вы на что вы опять же идете а ну это те же самые возможно те же самые там крыши только будет в большом масштабе я понимаю крыши трубы жкх это датка в большом масштабе будет я буду учиться этому сейчас буду учиться чтобы потом возможность если я почувствую это что я могу и дальше дальше бороться с этим а там в какой отрасли медицина очень как бы важная отрасль медицина социальная социальная политика совета верни социум нашего населения то очень важно то есть как он живет а живет он плохо живет он плохо не только в медицине продуктов питания в достатках недополучения в недополучения средств субсидий куда не возьмешь вы относитесь к субсидию самый по себе задумка интересная интересная но она не да опять-таки недоработанная некоторые я могу так рассмотреть это что политика политики верховной рады и министерством захотели ну хотели вывести людей которые можно сказать черного с темной стороны на светлую сторону чтобы они платили то есть если ты работаешь грубо говоря если ты работаешь правильно получаешь заработную плату такое-то и у тебя ты там платишь столько-то за коммунальные услуги если ты не работаешь или там получаешь заработную плату там 1300 то ты платишь столько-то а если ты работаешь и получаешь заработную плату в конвертах и ты показываешь что у тебя минимальная заработная плата тут и плати побольше ну или полотно типа больше поглади поменьше то есть они хотят хотели вывести в этот черный как бы заработные платы хотели вывести на показать ну как бы чтобы люди платили за со своим людям к вам надо платить налоги можно так сказать да вот но они прежде чем браться было за эти субсидии надо было бы немножко с другой стороны заходить с другой стороны создать условия чтобы людей были чтобы люди частные предприниматели могли платить адекватные нормальные налоги за людей это не то есть когда ты платишь и в черную варварят привели предприниматель платит в черную заработную плату это его что-то побуждает он же не просто такое платит эти деньги уплатят потому что у него налоги на на это на предприняно на работника выше 700 800 гривен только налог составляет там из-за моих минимальных заработных плат на налог там 500 гривен составляет это минимальную платишь там 1300 гривен грубо говоря а а только налог платишь 500 гривен а как можно и он понятно что он скрывает он у кого-то он никого-то не принимает на работу кто-то работает без без трудовое устройство то есть и налоговое и налоговое законодательство тоже нужно реформировать тоже нужно исправлять куда не возьмите в какую отрасль сельхозяйственную отрасль налоговая отрасль медицинская медицина отрасль и и дальше идешь отрасль жкх отрасль тяжелый тяжелая тяжелой промышленности тоже как бы там тоже можно рассматривать почему у нас такие дорогие дорогой газ для населения про кто его съедает почему у нас почему наш газ которая добывается у нас у меня 15 километров от дома не идет в трубу я не плачу за свой газ а покупаем из россии почему мы продаем а мы продаем свой газ а покупаем с россии почему вот так почему нгд у продает вышки вернее ты дырки ну свердловы на и говорит о них они их списывают говорят мы их продали потому что мы их списали а там там невозможно производить добычу нефти а туда приходит через год компания иностранная компания либо же компания кого-то очередного олигарха и добывает там нефть и почему уже сближай ну уже 13 лет государственная компания которая имеет 49 процентов акции нгду не добывает нет ну не сверлит новые это не сверлит новые буровые не ставит а все только переходит в частные структуры и это касается и гпу который газом добывает мне мне нет мы мы не развиваемся государство не развивается мы просто продаем свои свои ресурсы другим людям предпринимателям олигархам иностранным компаниям всем кроме кроме государства наше государство превращается таким моим шагами ки наше государство просто превратим превратиться где где люди не могут денег не откуда будет брать мы просто будем потреблять а производить то не будем у нас великолепная отрасль самолетостроение ракеты строения судостроения машиностроения горнодобывающие реки озера моря у нас у нас все куда куда не возьмись у нас лес ну все природные ресурсы мы богатейшая страна в европе богатейшая своими своими ресурсами мы могли бы больше стать чем польша больше чем германия дания мы можем сели сельхозяйственные отрасли подымать то есть вот канада вот например канаду что она производит а является поэтому по ввп превышает там другие страны рядом соседние страны она богаче живет чем соединенные штаты америки а что они делают просто развивает развивает сельхозяйство а сколько у них население 20 миллионов а сколько территории да у них у них у них земля не такие как у нас у нас земли плодотворные но у нас они не созданы условия условия нас не созданы мы не сами у нас чернозем я вчера ехал с командировки проезжают черная земля великолепно черная красивая черноземная земля 15 процентов 15 15 процентов всего до всего запаса мирового запаса чернозема в украине самая богатейшая земля чернозема мы можем развивать сельхозяйственную отрасль крупный рогатый скот у нас крупный рогатый скот например час коровы у нас он идет в упыль у нас их не выгодно держать почему не выгодно потому что молоко мы продаем наши ну как бы к этим и компаниям которые там производят номер уже в пакетируют молоко продаем грубо говоря за 3 гривны они нам продают за 10 за 11 12 13 гривен молоко а у нас просто условия такие сделаны что молоко за сколько то продаем а другой просто не купит условия такие дотации никаких государств почему почему в германии в дании развивается датирует у них дотации на сельхозяйственных то есть подымает подымает фермеров мелких фермеров подымает они крупно крупные холдинги авангард укралым фарминг и различным компания а почему потому что это лоббирование интересов крупного бизнеса а мелкий бизнес не развивается а крупный бизнес крупный бизнес грубо говоря не платит у нас н в не ему идет возврат возврат ндс никому из наших предпринимателей не возвращается возврат это 2020 в процента возврата ндс а они переплачивают постоянно а им возвращается к то есть получается они покупают газ по самой низкой цене с россией возврат ндс у них два идет возможно не налоги тоже не платят я так что то почему так додумать я не занимался еще именно как бы это и направление но я уверен там и и там и это а мелкие средние мелкие предприниматели у нас платит ндс покупает газ по самой самой дорогой цене да еще и условия у нее такие что он молоко продает по 3 гривны в этом а горохолдингом и как и как при таком у нас можно развивать или хозяйственной отрасли никак ну никак вину и так может касаться любой отрасли самолета строения у нас выпускается крупнейшие компании антонов который выпускает самолеты в лучшие в мире нету никакого там приезжал президент построили они один самолет впустили раз в год один самолет это не то не нормально это в каждой отрасли можно залазить и везде везде куча проблем я считаю что должны в государстве прийти те люди в управленческие структуры государственные структуры при те люди которые профессионалы своего дела которые будут заниматься именно тем что им они не будут красть они будут именно развивать им будут должны заработные платы платить за которые бы просто профессионал не может прийти на заработную плату 8000 гривен в 13 гривен это 300 долларов где он придет к он пойдет компанию макдональдс работать он пойдет компанию международной компании хилипакет макерософт где у где заработные платы там в районе от 100 тысячи долларов наши наши у наши умы людям смышлены люди их много они уезжают кто по разным городам уже по разным странам уезжают то есть мы теряем свой фонд фонд и умных людей который мог бы работать на государство на развитие наши нашего государства и мы могли бы за определенный срок там в зависимости какой он там будет за что мы возьмемся за что мы какую цель будем иметь мы могли бы стать мировым лидером в сельхозяйственной отрасли мировым лидером в ракетостроение гражданской авиации суда ремонт настроения у нас в николаеве ремонтность завода в одессе ну куда ни возьмись у нас каждая отрасль газа либо же газа несущие то есть именно финансово нас полтавской области газ нефти сумская газ нефть сумма это харьковская газ нефть даже западную украину как бы закарпатской области тоже газ нефть вот там может это можно развивать туризм у нас может там в крупных городах там вас восстанавливать эти заводы которые производят трубопрокаточные материалы которые перевести эти мартыновские печь и которые употребляет газа столько много чтобы ни одно государство мире уже не употребляет суток газу а у нас мартыновские печи до сих пор стоят в донецке в луганске эти города которые там еще остались счет харькови днепропетровске нас еще мартыновские печи которые не пользуются уже никто ими реконструировать каждую котельную у нас можно реконструировать stehen употреблял а надо не стока газа а меньше газа много программ которых международную ну, международных программ помощи, которые нам оказывают люди, Минсоцио-развитие политики, оказывают нам, говорят, а только нужно брать, только нужно интересоваться, что можно реконструировать от одной котели. Каждый бы депутат нашего городсовета взял бы по котельной своей и подал бы проект хотя бы, пускай бы не все бы эти котельные реконструировали, но 5 котельных реконструировали, у нас газа бы меньше употребляли бы. И так, за что не возьмись, трубы, газ, надо только работать, только ухватиться в это, и желание нужно. Я немножко затянулся. Нет, все нормально. Спасибо вам, спасибо за встречу. Я почему завершаю, чтобы нас посмотрели с вами. Делаю вывод, Денис Полищук, депутат городского совета, прошу заметить, работает на уровне города, а мыслит на уровне государства. То есть, когда коснулись государственных проблем, у вас уже есть что сказать. Вы на многие вещи смотрите намного шире, чем на городские проблемы. То есть, сегодня, я правильно вас понимаю, вы учитесь. Не просто учитесь теоретически, а учитесь на практике. Сегодня у вас практика. Практическое изучение хозяйства на сегодняшний момент города. Я вижу, что вы реально оцениваете происходящее в государстве. Все-таки хотелось бы, чтобы такие люди действительно переходили на более высокий уровень и имели возможность решать вопросы, влиять на решение вопросов. Тем более, еще раз я говорю, что я не раз слышал о вас, что вы действительно способны. Я не, это не лезть, это реальность, потому что в этот проект попадают не все подряд. У вас получается, и я вижу, что будет и дальше. Но если где-то прокритиковать, все равно я буду вас критиковать. Критиковать за то, что вы за свой счет ставите где-то какие-то двери, это ненормально. Я это не скрываю, это мое мировоззрение. Если Денис Полищук себе дома что-то делает, это его проблема, и пусть он это делает. Но если он приходит в соседний дом и начинает вставлять двери за свой счет, еще раз повторяю, это ненормально. Ну, к сожалению, вы это сделали. К моему сожалению, считайте так нужным, не вопрос. Я не осуждаю, я критикую. Это мое мировоззрение. Спасибо большое. Мне очень приятно, что вы пригласили меня на вашу программу. Со своей стороны могут добавить вам побольше таких активных людей, как вы, чтобы высветливать настоящую деятельность наших депутатов, как они работают, как они, может, вы им подскажете, нужно ли оно им или не нужно. Я думаю, что, вот тут вы правильно сказали, спасибо вам за такие слова. Да, действительно, надо некоторым все-таки подсказывать, потому что среди депутатов, к сожалению, есть люди, которые зачем пришли, сами не знают. Ну да. Я думаю, еще остались те люди, которые еще не поняли, зачем они здесь. Спасибо вам, удачи. Спасибо большое.